Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия Таана на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 17 главу. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Очень интересные слова Спасителя, которые содержатся в третьем стихе. «Все есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». 17 глава — это первосвященническая молитва, где Спаситель обращается к Богу Отцу и молится о нас. Третий стих, как я уже сказал, здесь есть такие слова. «Да знают Тебя, единого истинного Бога». «Сия есть жизнь вечная, знание Тебя, единого истинного Бога». Возникает вопрос, что достаточно одного знания, как мы видим здесь Христос говорит в молитве, достаточно одного знания для того, чтобы достигнуть вечной жизни, знания Отца и Сына. Свидетель Кирилл Александрийский отвечает на этот вопрос так. «Но неужели кто спросит, кто из любознательных, которые нелегкомысленно стараются усвоять божественные догматы? Мы должны знания признавать вечной жизнью, и будет достаточно знать о действительном и истинном существовании Бога по природе, чтобы иметь всю твердость надежды, и ничего другого не потребуется? Но в таком случае, как же говорит апостол Иаков, «Вера без дел мертва». Послание Иакова 2.26. Ведь когда мы говорим о вере, это означает и истинное знание о Боге. Об этом свидетельствует и пророк Исаия. «Если не поверите, пишет пророк Исаия, 7 глава, 9 стих, «Если не поверите, то и не познаете». А что голые знания Священного Писания без истинной веры совершенно бесполезны, сказано, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Послание Иакова 2 глава 19 стих. Удивительное по своему разъяснению и емкости цитата святителя Кирилла Александрийского на слова Господа и Спасителя Иисуса Христа, 17 главы 3 стиха. «Недостаточно одних голых знаний Священного Писания без истинного исповедания веры». Поэтому, когда мы часто встречаемся с людьми, и некоторых православных христиан смущают такие встречи с инославными, с разного рода сектантами, которые жонглируют знанием текстов Священного Писания, этого еще недостаточно. Свидетель Кирилл Александрийский говорит о том, что даже если мы знаем по природе, имеем всю твердость и надежду на то, что мы знаем, что есть Отец и Сын, и Дух Святой, даже можно это признавать, но говорит о том, что без истинной веры, без истинной веры, так и пишет, голые знания Священного Писания без истинной веры совершенно бесполезны. И приводят эти удивительные слова апостола Иакова. «Ты веруешь, что Бог един?» Сегодня говорят, мы веруем, что Бог един. Хорошо делаешь, все в порядке, верь дальше. Но бесы тоже веруют, но трепещатся, они тоже веруют, что Бог един. Эта вера, такая вера, основанная только на голых знаниях, но без истинного исповедания Бога, которая содержится в церкви, благодатью Святого Духа, она бесполезна. Итак, Христос продолжает умолять Бога Отца о нашем сохранении в этом мире и спасении в жизни вечной. Он говорит, я прославил тебя, 4 стих на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче. «У тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Очень важные слова, очень важные слова. Христос говорит, что Он не просто человек, как утверждает, например, пораженная арианской ересью. Он Бога человек, Он был прежде бытия мира, Он был всегда, Он всегда, правильнее сказать, есть. Как всегда есть Отец, как всегда есть Сын, как всегда есть Дух Святой. Не надо сказать «был». «Был» — это значит, когда-то «не был». А вот правильное выражение будет, оно также принадлежит Кириллу. Нет, Григорию Богослову, святителе Григорию Богослову принадлежит эта цитата. О Боге надо говорить, Бог не был когда-то или Бог будет, а Бог всегда есть. Потому что, если хотите, философским языком, это стабильная субстанция. Всегда есть. Нет такого, чтобы не было, нет такого, что будет, но всегда есть. Блажен Августин по поводу знаний, что одних знаний лишь достаточно, как бы возвращается к этому вопросу, пишет. «Если знание Бога есть жизнь вечная, то чем больше мы возрастаем в этом знании, тем больше приближаемся к жизни. И не умрет в жизни вечной, тогда будет совершенным знание Бога, когда не будет смерти. Тогда совершенным будет прославление Бога, будет исполнено. Тогда совершенное прославление Бога будет исполнено». Конец цитаты. Видите? То есть, знание не отрицается, но знание без истинного исповедания не дает человеку спасения. Где содержится это исповедание? В церкви, во Христе. Потому что, что такое церковь? Лучше сказать, кто есть церковь? Это живой организм, богочеловеческий организм. Глава церкви – Христос, а церковь – его тело. Нельзя отделить одно от другого. Это живой, богочеловеческий организм. Потому что Христос проявляет себя в церкви через таинство. По благодати мы дочери и сыновья Божии. По благодати. Помните предыдущую главу? Он говорит, не называю вас уже рабами, но друзьями. Христос усыновляет нас себе. Так и говорит. Но это усыновление возможно только тогда, когда есть правильное и четкое исповедание веры Бога Христа. Как и в любом деле. Как отцы церкви советуют, переведи на человеческие отношения. Например, желает какой-то человек усыновить или удочерить себе ребенка. Что он должен сделать? Прийти и сказать, ой, или даже, нет, я знаю, что есть этот ребенок, хорошая фотография посмотреть в интернате. Ну вот, раз я знаю о том, что он там есть, значит, я его уже и усыновил. Извините. Чтобы усыновить, это значит оформить правильно, что все документы. Так просто еще не усыновишь. Еще посмотришь, что за семья, и кто с этим связывался, знает, сколько на самом деле хлопот, чтобы все правильно оформить. Потом необходимо не только знать о том, что есть человек, а что делать, чтобы этот человек жил в этой семье. Вот Христос нам предлагает не только знание о себе, а жизнь в его семье. Где? В какой-то семье? В Отце, Сыне и Святом Духе. Страшно даже произносить эти слова. Страшно. Вы Святой Троицы. Но Бог нас посадил там, Вы Святой Троицы, после своего Святого Воскресения. Богочеловеческое естество сейчас высвятает святых. Человеческая превороженная природа во Христе находится во Святой Святых. Вот о чем молит Христос своего Отца. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у себя самого славою, которой я имею у тебя прежде, бтия мира. Я открыл им имя, я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». Видите? Важно сохранить еще слово Христово. «В чистоте». Снова повторю. Это слово «в чистоте» содержится со времен совершения нашего спасения и установления здесь, Церкви Христовой, как Царствие Божие на земле, со времен апостольских. «Ныне разумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и разумели истинно, что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Видите, как важно. Не просто верить в единого Бога, что Он есть, а верить в то, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, неиспосланный в этот мир для совершения дела нашего спасения, потому как род человеческий отпал от Бога, отпал в своем противлении Богу, но Христос пришел и своей жертвой исправил этот грех, ошибку, грешку эту, исправил, где? «Кровью своей» на Голгофском кресте и своим светлым воскресеньем подарил нам примирение с Богом. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты мне дал, потому что они твои, и все твое – мое, и все, что мое – твое, и я прославился в них». Здесь Христос снова подчеркивает единосущность Бога Отцу. Поэтому Христос – это не просто пророк, не просто учитель, не просто раввин, не просто профессор и преподаватель. Христос – это Бог и человек. Бога – человек, единосущность Отцу, им же вся Быша, как мы исповедуем всем веры. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, отче, святые. Соблюди их во имя Твое, тех, которых ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Смотрите, о чем просит. То, о чем мы коснулись в 16-й и немного в 15-й главе. «О единстве в церкви людей по закону любви». Помните это выражение, по-моему, Алексея Степановича Хомякова? «Единство в свободе по закону любви». «Когда я был с ними, в мире я соблюдал их во имя Твое, тех, которых ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбои это списание». Здесь говорится о Боге-передателе, о нем говорится и в 108-м псалме, книге Псалтири, о нем говорится и других текстах Божественного Откровения. «Сын погибели, который сам себя погубил, своим предательством Бога. Что он что-то не имел, много чего имел. С точки зрения финансового, он даже был главным экономом при Христе. Ну, управ делами, скажем так, экономистом, всей их хозяйственной частью. Неужели, да, как сказано, тот, кто сеет, и он не имеет права питаться от посеянного? Конечно, имеет. Иуда вообще считал, что не только имеет питаться, он считал, что имеет право и засунуть там, как бы, в церковный ящик, да, свою руку. Он пер... В чем была погибель? Даже не в том, что ему что-то не хватало. В общем-то, много чего, наверное, хватало, ни разу на себя позволял и воровать. Он перепутал свой карман с церковной. Ну, что же сподвигло его, в общем, 30 сребреников не такая большая сумма. Я думаю, в ящик, который он носил, там жертвовало было много. Мы знаем, что и женщины, некоторые богатые, служили и апостолам, и пожертвованиями. А 30 сребреников не такая большая сумма. Ну, что его подоражило? Сам размах предательства. Это был азарт такой. Это то, что было в его подлой натуре. Вот это вот очень надо быть внимательным к себе, дабы не дать росткам этого какого-то азарта. Да. Прорасти для того, чтобы не стать сыном погибели. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы не они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Снова Христос повторяет эту истину, что мир будет ненавидеть, но мужайтесь, я бы видел мир. Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Видите, Христос говорит не то, чтобы взял от мира, но чтобы сохранил от зла. Почему? Потому что, помните, предыдущие главы, где Христос говорит о том, не вы меня избрали, но я вас избрал, для того, чтобы послать вас. Зачем? То, чем завершается апостольское служение последней главы, Евангелие, например, от Матфея. Сказано, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, так и Духа, уча их соблюдать все, что я заповедил вам. Это природа церкви. Природа церкви, не сидите в храмах и просто их строите. Это не природа церкви. Это лишь здание и строительная, скажем так, компания. Они тоже занимаются строительством и сидят, ждут, когда придут вкладчики и купят их квартиры. Нет. Миссия церкви она и состоит в том, чтобы идти даже до края земли. Миссия церкви, то есть проповедь, Евангелие людям, которые находятся за церковной оградой. Это главное. Все остальное. Это главная заповедь, по сути. Для чего Христос избирается здесь. Сам Христос, он мессия. Он сам, в общем-то, с большой буквы, дважды или трижды, как хотите, с большой буквы апостол, потому что он на себе говорит, я послан от Бога Отца. И он посылает своих избранных апостолов. Он мессия и называется, потому что выполняет главную миссию. Какую? Миссию спасения этого мира. И апостол получает эту миссию. И апостол, как мы знаем, своей жертвенной любовью ко Христу, только один апостол, который мы сейчас читаем, умер своей смертью. Все остальные мученической кончины. Не волю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную твоей. Слово твое есть истина. Помните, освящающий слово. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинной. Истинной. Истина освящает человека. Истина освящает человека. Это очень важные слова о Спасителе. Что человек, что человеки, люди освящаются истиной во Христе. Интересно, пишет по этому поводу Ироним Стридонский, Амбросим Диоланский, Кирилл Иерусалимский и Кирилл Александрийский. Бог един по сущности молится о единстве человеков по благодати. Очень интересное указание об Амбросим Диоланском. Сидель Кирилл Александрийский. Такое единство Бога и человека стало возможным благодаря Богу человечеству Христа. И смотрите, блаженный Ироним Стридонский. И как мы, Отец, Сын и Дух Святой, есть один Бог, так пусть и они будут единым народом, то есть подобно возлюбленным чадам, сопричастниками божественного естества. Вера ее одна, и она не бесчестится разнообразием догматов, не разделяется ересями, но остается девой. И куда бы ни пошел Агнец, она идет за ним, церковь. И лишь она знает песнь Агнца Христа. Помните книгу Откровения 15-2-3, где будет песнь Агнца в Царстве Божьем. Видите, как говорит блаженный Ироним, не бесчестится разнообразием догматов. Он считает, что разные частные богословские мнения это бесчестие для церкви. А церковь, пишет, не бесчестится разнообразием догматов. Она остается девой и знает песни и слышит голос пастыря и следует за ним. Церковь это не просто люди, которые называют себя лишь христианами. Церковь это те люди, которые любовью к Богу, исполнением его заповедей исповедуют Христа в чистоте всей полноты православного догматического богословия, если хотите. Потому что догматическое богословие это не просто технические какие-то вопросы. Это голос Святого Духа. Ведь все догматы были сформированы на Вселенских соборах. А что такое Вселенский собор? Вселенский собор это голос Святого Духа. Поэтому всякий противящийся или искажающий этот голос есть противник кого? Я бы сказал не только противник, но и хулитель Духа Святого. Отвергающий, сомневающийся очень опасная дорога и тропа этих талаамуменов. Поэтому Христос так говорит. За них посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Видите? А где истинно? Кто есть истина? Христос. А он сказал, что пошлю вам Духа утешителя и наставит вас на всякую истину. Вселенские соборы, кем они были руководимы? Кто станет это отрицать, что Духом Святым? Никто не станет отрицать. Это же не партийный съезд какой-нибудь. Или просто съехались, собрались, поговорили. Нет. Изволися нам Деяния Апостолов 15-28, пожалуйста, изволися нам и Святому Духу. Вот определение. То есть собравшиеся епископы, представители собора по воле Божией, помолившись, Дух Святой не сходил и они делали тельное определение. Некоторые скажут, были разбойничей соборщу, да, но они были отвергнуты промыслом Божьим, были отсечены, как ветви, потому что не были освящены истинною, а те, которые есть сейчас и остаются и всеми признаются, и их определение святы, потому как они вдохновлены Духом Святым. Так Христос и говорит, освяти их истину твою, истина освящает человека. Но истины не может быть две. Вот эта вот истина, но чуть-чуть не истина. Вот такая вот чуть-чуть не истина называется ересь. Потому что ересь это полуправда. Не может быть как бы половинка правды. Нельзя быть, я извиняюсь, позволю себе выражение, но нельзя быть немножко беременным. Либо так, либо так. Здесь не может быть никаких отклонений. Поэтому дело в церкви, нас, то есть людей, живущих в церкви, это правильное восприятие, правильное восприятие определения вселенских соборов, которые называются простым словом догматов. Правильное их восприятие, растворение их в себе и в своей жизни верой и любовью. Так скажу вот. По-другому никак. И всю жизнь, в общем-то, человек будет постигать, что есть Бог, Отец, Сын, Дух Святой. И эта истина, как говорит Христос, будет освещать человека. Нельзя же доводить до абсурда, что пришли, поисповедствовались, причастились, просто так, и магизм будет какой-то, если мы не будем понимать, вникать в это, как говорит, вникая в себя и учение апостола Павел, этим себя спасешь и слушающих тебя. Христос продолжает молитву. И это молитва Христа. Он молится за нас, чтобы мы были освещены истинной. Не о них говорит только молю, но и о верующих меня по слову их. Да будут все едины, как ты, отче во мне, и я в тебе, так они будут едины в нас. Видите? В нас едины. Опять он просит об этом единстве. В Боге и с Богом. Восвященной Восвященной Духом Святым единстве. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны едны. И да познает мир, что ты послал меня, возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видит славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня, прежде основания мира. Видите, о чем молит Христос? Он хочет, чтобы где Он, там были и мы. Но тому, чтобы достигнуть этого, есть некоторые условия, о которых Он говорит выше. В своей молитве, это не просто Его слова к ученикам, это молитва к Богу Отцу. Хотя ее слышат и ученики, как предполагают многие отцы. Какая же первая и главная Его просьба к Богу Отцу, чтобы мы не были как мир, чтобы мы не были от мира. Не сообразуйтесь, помните слова апостола Павла, не сообразуйтесь с веком сим, преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Что препятствует познавать волю Божию сообразование с этим веком, с его мышлением, с его поведением, с его стереотипами и прочими прочими вещами. Смотрите, что пишут по этому поводу старец Иоанн, это руководство к духовной жизнью, преподобные в Арсенофии и Иоанн. Они не от мира, как и я не от мира. Цитата. Он сказал, что друзья его были не от мира, и что мир ненавидит их. Исполнение заповедей есть крест. Слышите, что значит нести крест свой, возьми крест свой и следуй за мной. Исполнение заповедей есть крест. То есть, оставление любого устремления к миру и жажда покинуть его в пламени любви, как это было с Павлом, с апостолом Павлом. Открыто перед Богом моим со всей искренностью, истинно, я говорю, что в этот самый миг когда разум мой срывает с себя одеждой мира, он облачается во Христа. В этот миг, когда он перенесет, в этот миг, когда он перестанет помышлять о делах мира, он встречается с Богом. Не сообразуйте свеком сим. Перестает, когда помышлять о делах мира, тогда только возможна эта встреча с Богом. В этот миг, когда душа открывается от того, что связывает ее с миром, внутри ее дух начинает петь о своих невыразимых тайнах. Это тайна мне и страх мой, но истинно так открывается истина. Истина открывается только тогда, когда мы с вами вспомним, что мы христиане не просто потому, что называемся так. А христиане значит Христовы. А Христовы значит придите ко мне ко мне, говорит Христовы все отруждающие себя применен и я успокою вас. Христовы это значит следовать за Христом. Христос говорит, я исполнил заповеди твои. Это он как бы говорит по-человечески, Христу не надо исполнять заповеди, он сам есть Бог. Но он как бы здесь снова уничижает себя для нашего понимания. Такое интересное греческое слово, которое известно многим, кинозис, самоуничижение. Он говорит, я исполню заповеди и они также должны исполнить заповеди для того, чтобы соединиться с тобой. А исполнение заповедей, как говорит старец Аан, это несение креста, исполнение заповедей, несение креста. А Христос говорит ранее, по-моему, восьмая глава, которую мы с вами рассматривали, Евангелие Таана. Кто не берет креста своего, не следует за мной, тот не достоин меня. Поэтому нежелание исполнять заповедь Божия, заповедь любви, это есть нежелание нести креста. А без креста царствие Божие достигнуть невозможно. Невозможно миновать креста без... Невозможно миновать креста для того, чтобы достичь царствия Христова. Потому что нельзя остаться живым для греха. Нельзя остаться живым для греха. Для греха надо умереть. И тогда можно воскреснуть во Христе. А вот нежелание достичь, нести креста, это как раз такое вот состояние, когда человек желает достичь Бога без жертвенной любви, без креста. А это невозможно. Человек загоняет себя в тупик. Он пытает, но ничего не получится. Отче, говорит Христос, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной. Вот чего желает Спаситель. Да видит славу, которую ты мне дал. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Вот молитва Спасителя. Семя, которое, помните эту притчу Господа в другом Евангелии, при семя, если оно упадет в землю, но не умрет, то не даст плода. Покайтесь, говорил Анн Креститель, примите свой ум, мышление, напитайтесь евангельскими строками. И тогда, как в одном стихе есть, тогда твои долины многоверстые души, евангельские струи оросят, и руки на Голгофе распростертые, тебя на подвиг веры вдохновят. Поэтому невозможно постичь любовь Божию, не отвергнув себя, не отвергнув свой тип мышления, это то, что называется покаяние. Без покаяния, без обращения к Богу невозможно спасение. Без креста не увидеть нам и светло воскресение. Будем, братья и сестры, стремиться к этому. Христос молит Бога Отца, чтобы мы были в Царстве Его. все сделал для нас, все сделал для нас. От нас остается лишь одно. Вера в Иисуса Христа, любовь к Нему, которая выражается в исполнении Его святых заповедей. И очень важно во всем этом все это, этот путь начинается именно с покаяния. То есть с той первой заповеди, которая записана в Нагорной проповеди. Блаженны нищие духом, ибо они Бога узрят. Необходимо увидеть себя, всю свою нищету, неспособность своими силами достичь Христа, и тогда Бог будет действовать в нас, и итогом этого действия будет видение Бога и то, о чем молился Христос, чтобы мы были едины с Богом Отцом во всей полноте Святой Троицы в Царстве Его.